Всем привет, с вами Тимпоз, и мы продолжаем играть в игру Great Conqueror Rome. После того, как мы наконец-то прошли седьмую миссию Гальской войны, у нас доступны, во-первых, Гальская война за Арвернов, то есть три миссии дополнительных. Но к Британии мы перейдем чуть позже, а по традиции начнем с дополнительных к Гальской войне. Играем за Арвернов и прочих варваров. Поехали! Первый мисс называется Цезарь Конспирайси. Суть данной кампании в том, что мы организуем восстание против правительства Рима Цезаря. Ну, это, насколько я понял, перевод текста. Убить четырех юнитов противника за 24 хода, а лучше за 16. При этом экономика должна быть не менее 1500 монет. То есть нужно минимально покупать новые отряды, насколько я понимаю. Убить четырех юнитов. И мы, естественно, не знаем, где они находятся. Ну, благо тут вариантов не особо много. Просто будем идти на запад. Начали в Висонтио. Так, за варваров, по-моему, мы еще не играли. Это наш первый игрок. Хотя за варваров я уже играл в Конквесте. Марксманы. Я что-то подумал, что это Бомманы. Ну и ладно. Да. Купил я, наконец-то, себе нового генерала. Это Армениус. Топовый чувачок. Мы его сейчас будем... Мы пытаемся его заценить. Каков он в деле. Как будем делать? Вначале захватим Висонтио. Потом... Нет, давайте разделимся. Будем сразу два города. Быстро это сделать. Восемьдесят сто четыре. Денадцать четыре, тридцать семь. Мне что у варваров нравится, так это вот эти отряды. Это именно у германцев, насколько я понимаю. Аксманы. Это типа легкая пехота, но она стоит дороже и, интересно, сильнее. Так, давайте на Армениуса поставим. И им попробуем атаковать. Ну, понятно. К тому же, это еще не топовая прокачка. Там еще есть... И гуляться. Все, делаем ход. Больше действия нам недоступны. Придется нам сходить на север все-таки. Думал, что сможем без этого обойтись. Видимо, придется идти за головой этого генерала вражеского. Да и в целом нам, ну, уже пришлось разделиться. Так, город захвачен. Давайте вражеского лучника мы окружим. 165, хорошо. 76 и 72. Нам доступен достаточно мощный. Мы его проверили. Мы можем показать себе кавалерию. Кстати, это кто? Это тяжелая кавалерия. Она нам сейчас пока... ...недоступна. А, Сворцманов, я думаю. Тренировка. Тренировка давайте на... Митридата. Поехали. Кого отправим на север? Митридата? Наверное. Давайте, да, наверное. Митридата. Отряд Аксманов. Тоже пусть... И... Сворцманов пошлем. А вот эти три... ...отряда, наверное, пошлем на запад. Просто, ну, действительно не понимаю, кого куда отсылать. Трех из четырех юнитов, которых необходимо уничтожить, я уже вижу. И все не находятся уверены. То есть они пошли в атаку. Так, давайте... Я просто не хочу сильно торопиться. Армениусом захватим, а пехотный отряд продвинем вперед. Таким образом. Я хочу просто город захватить, чтобы плюшечки получить. Вернее, какой-то бонус будет. Так, Митридат. Турнемся. Вперед. Атакуем вражеских лучников. И этот отряд немножко напрягает. Почему они здесь до сих пор? Почему меня вражеская кавалерия не атакует? Я этого жду. 121. Хорошо. Кавалерии получником бьем, естественно. Кем я не походил? Ну, этот отряд я помню. Так, все, можно добивать вражеского генерала. и почти. Вражеская кавалерия подоспела. Атаковать мы и не будем. Пусть сами нас атакуют. Потому что я не могу сейчас никого взамен заказать. Так, 89, 110. Почти уничтожил. Давайте не будем тратить ход. Я хочу их окружить. Не, так уж их не получится. Потому что я хочу и город захватить, и... Ладно. А, что я забыл? Breakthrow. Не понимаю. У какого из моих генералов... Есть ли у кого-то из моих генералов такая опция? Такой скилл. Так, союзники теряют один город. Ну, это не страшно. Данную миссию я, наверное, буду проходить на две звезды. Потому что, ну, как заработать тысячу... Я пока что не имею понятия. Тем более за 16 ходов. Скорее всего, при захвате каких-то городов ну, будет денежное возрождение, но... Пока непонятно, как это произвести. Подходим ближе. Надо точку все-таки захватить. Если нам удастся. Кстати, да, удалось. Отлично. Захватываем город. Отлично. Двух из трех оставшихся генералов я вижу. В принципе, мы можем прямо сейчас выдвинуться на их уничтожение. Нет, не можем. Давайте перейдем хотя бы реку. 112. Армениус, стой пока здесь. У этого генерала мы сейчас должны добить уже. Отлично. С одного удара. Очень хорошо. Еще один генерал, так понимаю, спрятал. Нет, нет, нет. Вот он, красавец. Очень слабо. 204. Добьем. Ну, пока что Армениус мне очень даже нравится. Достаточно крепкий юнит. Насколько я вижу, поблизости нет врагов отряда, поэтому я выведу свой отряд из города. Я хочу просто его сюда, захватить. Захватить точку. Даже если противник подойдет, он с одного хода не сможет захватить. Я успею, если что. И вот непонятно, он сам уничтожился, либо где-то тут сидит. Ладно, в любом случае у города есть защита. Нанимаем третий отряд. Нашего митридома на запад. Я так понимаю, что противник в одном из трех городов. У западных границ. А где конкретно? Атакуем незащищенный отряд вражеских лучников. Мне Армениус определенно нравится. У этого генерала есть такая скиллука, позволяющая дважды атаковать. Ну, не всегда, конечно, но в некоторых случаях. Приятный бонус. 60-60. Я думаю, мы его скоро добьем. Можно делать ход. Где последний вражеский генерал? Очень меня этот вопрос интересует. У нас есть на его уничтожение сито. Я думаю, что мы успеем. Должны, по крайней мере, успеть. У меня есть форс-марш? У меня форс-марш нету. Про сейчас дилемма. Если этим генералом я могу либо от... Смогу ли я его убить? 142 максимальный. У него 30 не смогу. Поэтому давайте тогда будем окружать. Ну да, правильно сделал. Даже так не смог его добить. Лема. Где же все-таки вражеский генерал? Давайте подойдем поближе к каждому из городов. Пожертвуем какими-то мелкими отрядами. Так, у меня есть, почему их не используем. Армениус четкий. Прямо я очень доволен. Где мать его последний генерал? Он же не появится неожиданно-то в начале. Надеюсь, нет. 177. О! Hello, Cesar. Ууу, перфектно. Кстати, у него есть какой-то бонус. Сейчас я гляну. Я читал... Сейчас, где он? Последний. Ассалт. Короче, увеличивает критический урон до плюс 20%, если высокий моральный... Высокий уровень морали. Это здорово. Это надо запомнить. Использовать, естественно. Так, остался Цезарь с четырьмя кружочками. Как нам его выносить? Это парень не слабый. Остается шесть ходов, да? Последний юнит. Ну, тогда не будем размениваться по мелочам. Не вижу нам смысла захватывать вот этот город. Надо отсюда, как бы, сваливать. Потому что нам еще придется попотеть. Чтобы Цезарь... К тому же он сидит в городе и, судя по всему, не хочет высовываться. Надо как-то к нему подобраться, блин. Двадцать шесть. Попробую мораль поднять. Армениусу нельзя уже мораль поднимать. Жаль. Ну, хоть добил, ладно. Боялся, что не смогу добить его. Остается пять ходов. Даже четыре, да? Можно, конечно, за двадцать четыре хода пройти, но я не хотелось бы. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Отлично. Сто тридцать. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хрена себе жесткий. Ну, сам виноват. Нужно здесь разрушать. Блин, он меня сейчас вынесет. Что мне с ним делать? Ладно, ну, надеюсь... Умилиями всех... Бляха, муха. Что-то прям очень жестко. Ну, отряд можно уже удалить. Вот тут просто мясо. Так. Мораль могу поднять? Могу поднять. Давайте еще раз тогда. Такая биздец. О! Давай-давай-давай-давай, еще чуть-чуть. Должны бы добить. Должны бы добить. Благо, город нет необходимости захватывать. Свою мать, под конец какие-то уроды решили подъехать под окнами музыку. 25 медалей мы получили. Замечательно. Хорошо, что там ролик заканчивается. Всех благодарю за внимание. Прошли мы первую миссию компании за Арверном в Гальской войне. И это хорошо. Всем спасибо. Всем пока. И удачи. Спасибо. 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 Спасибо.